Западные партнеры не должны ограничивать силы обороны Украины в ударах по территории России, считают аналитики Американского института изучения войны. Такая тактика может сорвать планы российской армии по наступлению в Украине. В качестве примера аналитики приводят удары ВСУ в конце июня. Тогда украинские военные успешно атаковали командный пункт российского мотострелкового полка в селе Нехотеевка Белгородской области. Это всего лишь в километре от границы с Харьковской областью. На спутниковых фотографиях Нехотеевки видно, что атака ВСУ оказалась эффективной. В Институте изучения войны уверены, этот удар снизил способность российских войск проводить наступательные операции на Харьковском направлении. Это подтверждает тот факт, что Украина может сорвать российские наступательные операции, если страны Запада продолжат отменять ограничения на использование ВСУ своих вооружений для ударов по военным объектам в России. Украина должна иметь возможность использовать предоставленное Западом оружие, в частности ракеты Атакамс, для нанесения ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу Российской Федерации, чтобы существенно подорвать операции противника в широком масштабе. Из отчета Института изучения войны. США отменили запрет применения своего оружия по российской территории в мае 2024 года. Но Украине нужно получить принципиальное разрешение Вашингтона на использование американского оружия для нанесения ударов на более длинные дистанции, считают эксперты. В эту ситуацию действительно очень нужно выводить в публичное пространство и все-таки дожимать наших партнеров, потому что это не только мы про это говорим, про это говорят наши и европейские партнеры. И я думаю, что у нас есть большие шансы все-таки на позитивное решение этого вопроса, учитывая, что уже опять же повторюсь про это сказал и президент Соединенных Штатов, да и очень мало действительно 100 километров линия поражения вглубь Российской Федерации. К огромному сожалению, эта линия не решает вопросов уничтожения ни складов, большого количества ни логистических центров, ни тем более мест базирования авиации. Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Так Джеймс О'Брайен ответил на вопросы конгрессменов о том, когда же Белый дом перестанет ограничивать ВСУ в ударах по территории страны-агрессора. Россия уже теряет возможности для наступления из-за того, что силы обороны Украины уничтожают военные объекты вблизи границы, утверждает дипломат. Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь. Украина имеет полное право наносить удары по России, где она может, своим оружием, оттесняя Россию назад и дестабилизируя возможности России, а также не позволяя России перевооружиться так, как она хотела. Это правильный путь для победы Украины. Усиление противовоздушной обороны для Украины – задача номер один. Под ударами российской армии мирные украинские города, объекты гражданской инфраструктуры, больницы и жилые дома. Украина уже получила от Германии третий ЗРК «Патриот». Киев ожидает подписания новых соглашений на предстоящем саммите НАТО, сообщил президент Владимир Зеленский. Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО. Также подготовлено новое соглашение по безопасности для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит. Поддержит всю нашу архитектуру соглашений по безопасности. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО. Решение, которое необратимо. Глава МИД Нидерландов заявил, первые F-16 доставят в Украину без задержек. Эти истребители смогут покончить с превосходством России над Черным морем, уверен командующий военно-морскими силами ВСУ Алексей Нишпапа. По его словам, украинские военно-воздушные силы смогут отбросить противника, и северо-западная часть Черного моря будет защищена практически на 100%. Это позволит расширить судоходный коридор и обезопасить гражданские суда.